Калужская галерея изоградительных искусств. Сюда нужно зайти, чтобы посмотреть на картину неизвестного итальянского мастера 16 века Мадонна со щеглёнком. Сейчас будем её искать. Прикольно, что здесь липых, здесь можно всё потрогать, объёмно щеглёнка можно потрогать. Потому что круглая земля... Субтитры создавал DimaTorzok А вот это их гостиный двор. А ещё раз, это что такое? Это большой макет с достопримечательностями как по Калуге, так и по области. Например, Никола Ленивец, арт-парк, который находится в области. Куда мы скоро отправимся? Да. Шарик в простонародье, это монумент шестисотлетия Калуге. Дальше, например, из известного, это старое здание музея космонавтики. А это та самая ракета? А, нет, вот та самая ракета. Да, ракета, да. Это также около музея находится. А вот это что означает? Тут все военные события, они связаны больше с севером нашего города. Это мой Ярославль, Жуков. Да, да, да. Вот здесь вы можете по четырём видам туризма послушать краткие экскурсии. Прикладывайте, нажимайте. Вот это да. Вот, гостиный двор. Здесь находится вот этот совершенно потрясающий информационно-туристический центр. А вот напротив гостиного двора, вот там вот вдалеке, там находится единственный в России памятник Ивану Третьему. Это царь, который первым получил титул Великий. Всего великих правителей в России, как вы понимаете, было всего три. Пётр Первый Великий, Екатерина Великая и вот Иван Третий Великий. Каким-то образом современная история его почему-то обходит молчанием. Но это же при Иване Третьем что произошло? Во-первых, было окончательно покончено с монголо-татарским игом. Построен московский Кремль. Почему он одни мреет орёл, я могу только догадываться. Ведь именно он придумал герб России двуглавого орла. Тут орёл одноголовый. Иван Третий, казарь всей Руси, объединил русские земли вокруг Москвы, покончил с ордынским игом и сдал свод законов. Построил московский Кремль, учредил герб России двуглавого орла. Ну вот, всё как я и говорил. Могли бы, кстати, и двуглавого орла присобачить тут. Было бы прикольно. Ну а это вот гостинный двор. Кстати, одним из гениев места города Калуги является Гоголь Николай Васильевич. Вот в этот гостинный двор он часто любил захаживать за товарами. И даже подружился с некоторыми купцами. И одному из них подарил шапку свою. Эта шапка очень долгое время выставлялась в одной из лавок. Её давали померить всем желающим. Но говорят, что всем она была велика. Ну, космическая тематика в Калуге повсеместно. Без неё никак. А почему, об этом я ещё расскажу попозже. Хотя, почему попозже. Дело в том, что в Калуге долгое время жил Циолковский. И он и умер здесь, и похоронен здесь. К нему сюда приезжал встречаться с ним молодой Сергей Королёв. Который после встречи с ним сказал, что «До встречи с Циолковским я хотел делать самолёты и летать на них. Но после встречи с ним я решил, что надо делать ракеты». А вот парк культуры и отдыха. Он абсолютно конгруентен несохранившемуся Калужскому Кремлю. То есть, вот ограда этого парка повторяет стены этого Кремля. Полтора километра длина стен была. Но он сгорел в 17 веке. В центре парка, а раньше в центре крепости, сейчас стоит Троицкий собор. А тогда стояла деревянная церковь, которая сгорела вместе с Кремлём. В этой церкви отпевали лжедмитрия II, который был убит в Калужском бару. На момент постройки вот эта вот церковь, этот собор, имел самый большой купол в России. Хотя мне в это верится с трудом. Зайдём, чтобы посмотреть на самое большое купол в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Красиво. Интересно, что при советской власти здесь был кинотеатр и даже зоопарк. Рядом с собором стоят две фигуры. Вон там одна, мы к ней подойдём чуть попозже. А вот там вот вторая. Монах Кукша прибыл в начале XII века из Киево-Печорского монастыря в эти земли, чтобы язычников обратить в христианство. Славился этот Кукша тем, что он умел управлять погодой, вызывать дождь, напускать засуху, осушать водоёмы или образовывать новые реки и озёра. И огромное количество народу начало обращаться в христианство. И местные, значит, язычники этого не стерпели и убили его вместе с его помощником Филиппом. Но самое удивительное, что в этот момент в Киево-Печорской лавре уж один из монахов во время проповеди вдруг вскочил и закричал «Вороги убили нашего Кукшу сегодня утром!» и сам тут же упал замертво. А вот этот второй персонаж – это святой Лаврентий Калужский, покровитель Калуги. Те, кто впервые видит этот памятник, удивляются, с какого перепуга он в руках держит топор. Нет, не с этого, а с этого. Ну, вот тут всё написано, конечно, я могу своими словами рассказать, но вы можете лучше прочитать. Короче, когда татары напали, крымские татары напали на Калугу, то князь Симеон сел в ладью со своим войском, в ладьи, и вышел биться с татарами, и бой происходил на Оке. А Лаврентий сей в это время за него молился. И вдруг тоже он вскочил, как ужаленный, и сказал «Ох, на моего Симеона напали вороги, пойду-ка дайте ко мне мою секиру острую, пойду-ка я его сейчас спасать». И чудом перенесся тут же на место битвы, и секирой порубил всех татар на мелкие куски. Гоголь говорил, что если перейти на тот берег Оке и посмотреть на Калугу, то она будет выглядеть точь-в-точь, как Константинополь. А вот еще одна местная достопримечательность – 500-летний дуб. Единственное дерево, которое пережило все пожары и каким-то чудом уцелело. И, насколько я знаю, оно даже внесено в реестр исторических деревьев России. Вот это вот странное обветшалое здание, в котором ныне располагается дворец творчества юных. Раньше это было дворянское собрание в XIX веке. Именно в этом здании имам Чечни и Дагестана Шамиль, плененный русскими войсками в ауле Гуниб. Об этом, кстати, рассказывается в одном из выпусков «Круглой земли». Вот в этом здании он приносил присягу на верность русскому царю. Ну, мы так аккуратненько. Ну, похоже, что и дворец творчества юных тут тоже уже фон циклирует. А вот рядом с ним, кстати, находится очень приятное заведение. Называется «Друзья и вино». А вот здесь вот, рядом с парком культуры и отдыха, находится так называемый «Березутский овраг», названный в честь братьев Березутских. Шутка, конечно. Овраг сам по себе достаточно заброшен и пустынен, но над ним высится чудо архитектуры, которое мы сейчас увидим. «Потому что круглая земля…» Прям какой-то таинственный путь, как в Моми Троя. Не хочу выключать камеру, потому что, возможно, мы увидим это чудо в реальном времени. Хотя овраг так сильно зарос, что даже подойдя вплотную к этому обещанному вам чуду архитектуры, мы его не увидим. А только надышимся какими-то миазмами. Тут явно канализацию сливают. Вот, типа такого. Ну что, вот мы уже подошли к нему вплотную, и все равно его не видно. Придется сказать, что мы ищем. А ищем мы… Вернее, не ищем. Что его искать? Он в центре города находится. Просто мы хотели взглянуть на него с нетривиальной точки. Короче, самый большой в России каменный мост арочного типа. Ну вот, никак на него не посмотреть. Мы сейчас, конечно, вылезем наверх и посмотрим на него сверху, но снизу тоже интересно. Я думаю, что немногие из гостей Калуги побывали под этим мостом. Так что вам повезло. Но, конечно, если бы этот овраг облагородить, здесь сделать какие-нибудь лавки, гузей. А тут пока только можно, по-моему, бомжей встретить. Вот такая вот валята. Мышечная. Искус. Настерск. Мышечная. Конец. звучит тревожная музыка вот видите валяется ограждение дорожное запомните этот кадр сейчас когда поднимемся наверх я вам расскажу душесчипательную историю и 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 с этой стороны овраг более протоптан но солнце сейчас другой стороны ну вот примерно так он выглядит все пойдем наверх посмотрим на него сверху сейчас вы очень сильно удивитесь что после такой глуши мы вдруг оказывается самом центре города так вот раньше на этом мосту стояли маленькие лавки магазинчики что делало его похоже на мосты флоренции или венеции и даже считается что именно этот мост описал гоголь в мертвых душах когда рассказывал о фантазиях помещика манилова вот только что там внизу мы были еще несколько лет назад существовала традиция у молодоженов жених должен был перенести на руках невесту по каменному мосту через березуцкий овраг но однажды один не путевый жених умудрился уронить вот отсюда невесту вниз потому что на нее специально сбросил но с тех пор эту традицию запретили под страхом смертной казни вот сейчас спросим у людей ребята а правда что вот с этого моста однажды один жених невесту уронил мы не знаем и местными и местные а я тоже не местные но знаю откуда-то эту историю красивое сооружение только его подреставрировать до вырубить вокруг него все от это было бы красота впрочем говорят что было гораздо более прозаическая причина просто женихи и невесты создавали вот на этой узкой проезжей части пробки и во время этих мероприятий движение останавливалась на часы поэтому их и запретили но несомненно это главная достопримечательность калуги самая узнаваемая ну конечно еще кроме музея космонавтики сдается мне что я сегодня уже очень много всего наговорил и на показывал поэтому придется калугу разбить на две части так что продолжение следует до новых встреч в эфире потому что круглая земля потому что круглая земля а